Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал Кверти, а меня зовут Владимир. Вчера вот случился очередной день знаний. Я помню, что вплоть до старшей школы я любил первое сентября, начало занятий. Потому что нам выдавали учебники на следующий год, я брал самые интересные из них, физико-биология, даже алгебра, некоторые другие, и пролистывал их до самого конца, во что-то даже вчитывался. Мне хотелось знать, а что будет дальше. Сейчас мне тоже хочется знать, что будет дальше, но об этом в учебниках не пишут. Напишут, но не сейчас. Зато самые интересные новости науки вполне могут сформировать образ того будущего, в котором мы определенно будем жить через некоторое время. Некоторые наши видеозаметки этому вполне помогают. Так что давайте начинать этот ролик. И как обычно, все ссылки на источники и подробности в описании. Одно из самых разрушительных событий во Вселенной – это событие приливного разрушения. Tidal Disruption Event. И вот как оно выглядит. Звезда подходит на слишком близкое расстояние к сверхмассивной черной дыре. И буквально оказывается вытянутой в струну, разорванной на части и поглощенной. В теории этот процесс хорошо описан еще полвека назад. Астрономы хорошенько полировали свои расчеты и ждут каждого подобного случая. Вот только каждый подобный случай выбивается из общей канвы теории и преподносит сюрприз за сюрпризом. И вот эти сюрпризы. Теория предсказывает, что аккреция материи на черную дыру, то есть поглощение материи, должно сопровождаться мощным рентгеновским излучением. Однако приливное разрушение светится в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах. Аккреционный диск вокруг черной дыры должен быть очень горячим, но наблюдаемые температуры соответствуют более холодной атмосфере звезды. Модели предсказывают, что приливные разрушения будут очень яркими за счет эффективного поглощения и излучения материи черной дырой, но яркость события гораздо ниже. Материал, попадающий в аккреционный диск, должен достигать высоких скоростей до нескольких десятков процентов скорости света. На практике скорости наблюдаемого газа составляют лишь 10-20 тысяч километров в секунду, несколько процентов скорости света. Чтобы разобраться с этими вопросами, ученые разработали первую в своем роде симуляцию приливного разрушения продолжительностью в один год. Они использовали гидродинамическое моделирование частиц и эффектов общей теории относительности на суперкомпьютере. Масса поглощенной звезды соответствовала солнечной, а масса черной дыры была в миллион солнечных масс. И результаты моделирования смогли объяснить расхождение между теорией и практикой. Все дело было в сложном поведении останков звезды. Далеко не все вещество группируется в аккреционный диск. Много материи получает ускорение за счет приливных сил и формирует нечто вроде ассиметричного пузыря вокруг черной дыры, единктоновскую оболочку. Часть материи получает еще большее ускорение и выбрасывается за пределы гравитационного влияния черной дыры со скоростью до половины скорости света. Оболочка, единктоновская, ведет себя как трансформатор. Она поглощает рентгеновское излучение и переизлучает его уже в видимом или инфракрасном диапазоне. Это объясняет и температуру, которую мы фиксируем, на уровне всего лишь горячих облаков газа, а не суперраскаленного аккреционного диска. Так как оболочка формируется не моментально, то с разных углов зрения она может выглядеть по-разному, то более яркой, то более тусклой, а заодно и излучать в разных диапазонах. Так что все сюрпризы нашли свое объяснение. Такова сила симуляции. В данном случае не придется переписывать теоретические выкладки, нужно лишь изменить характер распределения материи и добавить пузырь вокруг черной дыры. И учебники переписывать можно не полностью. В основном клетки нашего тела не бессмертны. Ежедневно миллиарды клеток покидают сцену жизни. Некоторые стареют, некоторые получают повреждения. Их присутствие в организме нежелательно. И чтобы не создавать хаос, в них существуют механизмы самоуничтожения. Один из механизмов запрограммированной клеточной смерти – это хорошо известный апоптос. Также есть специальные иммунные клетки – макрофаги. Эти уборщики уничтожают мертвые и умирающие клетки тихо и без паники. Уничтожают, не оставляя следов, то есть останков, мусоры. Но макрофаги не единственные, кто занимается этой грязной работой. Недавно выяснилось, что другой неожиданный участник уборочной бригады – это стволовые клетки. Но как же? Ведь их задача – это постоянно делиться, давая начало новым клеткам, таким образом заменяя старые. Но иногда они берут на себя роль уборщика и съедают старые клетки. Почему они так делают и как они определяют, кого нужно съесть? Детали этого процесса мы смогли узнать только сейчас. Исследователи изучали волосяные фолликулы мышей, волосяные луковицы. В их состав входит множество разных клеток. Эти фолликулы проходят через три стадии – активный рост, фазу покоя и фазу дегенерации. Во время дегенерации, когда луковица отключается от кровеносной системы, часть клеток начинает отмирать. В том числе и часть стволовых клеток. И вот тут стволовые клетки, которые не отмирают, начинают поедать своих отмирающих соседей. И это делают не макрофаги. В условиях волосяных фолликул макрофаги очень медлительны, уборка может занять несколько дней, и кожа испытывала бы большой стресс. Поэтому в дело включаются стволовые клетки. В своей деятельности клетки руководствуются поступающими к ним сигналами. И в свою очередь они сами постоянно отправляют в пространство сигналы. Если клетка волосяной луковицы здоровая, то она выделяет ретиноевую кислоту. А если она собиралась отмереть, то она выбрасывает определенные липиды. Здоровая стволовая клетка, почувствовав липиды, переключается на фокоцитоз, уничтожение других клеток. И после того, как другая клетка совершает апоптос, она подъедает останки. Перемещаться как макрофаг стволовая клетка не в состоянии, но вот близкого соседа поглотить вполне может. Постепенно липидов остается все меньше, ретиноевая кислота начинает преобладать, и это сигнал стволовым клеткам вернуться в свое обычное нормальное состояние. Более того, поглощенные вещества они используют себе во благо как строительный материал. Как знать, может быть, другие стволовые клетки в других локациях делают то же самое, и это еще предстоит выяснить. А еще, возможно, это может открыть новый путь к омоложению. А сейчас можно вообразить себя детективами и попытаться раскрыть один секрет, который хранят некоторые растения. Связан он с фотосинтезом. Со школьной скамьи мы привыкли думать, что растения для фотосинтеза используют хлорофилл, превращая свет и углекислый газ в органику и выделяя кислород. Все просто и понятно. Но периодически возникают вопросы. А зачем нужны растения светлые участки, в которых как будто бы меньше хлорофила? Такое встречается, например, у тропических растений. Объектом для исследований ученых с Ростова стала драцена душистая. Вечно зеленый кустарник с листьями, которые в центре темно-зеленые, а по краям светло-зеленые. Количество хлорофила в светло-зеленых участках минимальное, почти в 7,5 раз меньше, чем в темно-зеленых частях. Логично было бы предположить, что фотосинтез в обесцвеченных участках протекает хуже. Исследователи при помощи фотоакустических методов измерили выделение кислорода над разными участками листьев. И оказалось, что интенсивность фотосинтеза над темно-зелеными и над светло-зелеными участками одинаковая. Интрига нарастает. Как такое может быть? И это возможно в том случае, если в обычном фотосинтезе, выделяющем кислород, занято в обеих зонах одинаковое количество хлорофила. То есть в темно-зеленой части примерно всего 1 седьмая пигмента производит кислород. Хорошо. А чем же в таком случае занимается остальная основная масса? Предположение такое. Тоже фотосинтезом, но несколько иным, аноксигенным, бескислородным. При нем растения не поглощают углекислый газ и не выделяют кислород, а лишь синтезируют АТФ, универсальный источник энергии для клеток. Для него, правда, требуется наличие ряда других веществ в атмосфере, вроде молекулярного водорода или серы. Такой фотосинтез характерен для некоторых типов архе и бактерий. Собственно, он более древний и примитивный, но также он был замечен и у высших растений. Хотя измерить его довольно сложно в рамках одного растения. Например, для этого нужно точно и точечно измерять поглощение СО2, так что пока что все это лишь предположение. Но если все верно, то тропические растения, как минимум драцена, адаптировались так, чтобы использовать оба типа фотосинтеза в зависимости от потребности. Но если даже один вопрос мы снимаем, то мы сразу получаем несколько других. Если обычный фотосинтез настолько эффективен, то зачем нужно дополнительно аноксигенный избыток зеленого пигмента? Каково соотношение энергии, получаемой из обоих источников? И так ли протекают эти процессы в других растениях? В общем, все еще есть чем заняться. Боевыми действиями в мире насекомых, особенно муравьев и термитов, никого не удивишь. Но среди них есть персонажи, которые ведут себя буквально вот как и этот Урукхай. Вернемся еще раз к тропикам. В одном из тропических лесов французской Гвианы обитают термиты-камикадзе, Неокапритермус таракуа, господи прости. Эти насекомые готовы пожертвовать собой ради спасения своей колонии. И делают они это довольно эпично. Когда на колонию нападает враг, некоторые термиты, в основном это пожилые и менее ценные особи, идут на крайние меры. Они немного взрываются. Взрываются, выпуская ядовитую липкую смесь, обездвиживая и убивая врагов. Такое поведение задокументировано давно. А сейчас ученые разобрались в механизме работы их поясов-смертника. Ранее это было загадкой. Исследователи выяснили, что весь секрет кроется в специфическом ферменте, называемом голубая локаза BP76, который накапливается в специальных полостях на спинке насекомых. Вы видите ее прямо сейчас. Голубые пятнышки внутри тел термитов. Со временем количество фермента в их телах увеличивается, превращаясь в своеобразную биологическую взрывчатку. В момент угрозы эти возрастные термиты заставляют полость лопнуть. Фермент смешивается с другим веществом из их организма, образуя токсичную смесь, насыщенную бензохинонами. Термит погибает, но забирает вальгалу противников. Либо, если они не провалили спасбросок, хотя бы обездвиживает их. Более того, яд может приводить к панике у атакующего, а соответствующие феромоны могут передаваться по цепочке и попадать к тем особям противника, которые даже не были рядом. Ученых волновал вопрос. Как лаказа сохраняет свою активность долгое время, находясь в твердом состоянии? Исследователи изучили трехмерную структуру этого фермента с помощью рентгеновской кристаллографии и обнаружили довольно интересную деталь. Выяснилось, что две аминокислоты рядом с активным участком фермента, тем, который при разрыве полости вступает в реакцию, связаны весьма прочно, что обеспечивает его стабильность и устойчивость. Такое строение позволяет ферменту оставаться в активной форме на протяжении всей жизни термита, даже в суровых условиях тропиков, но при этом не детонировать случайным образом. Понимание этих механизмов может привести к созданию нового типа инсектицидов, а может быть даже к биоинспирированным технологиям в других сферах. И как знать, а не кроется ли здесь потенциал для нового вида самообороны? Лучшей новостью предыдущего выпуска вы признали новость про то, что уже второй пациент с параличом всех конечностей получил нейролинк. Уже на второй день после операции он смог управлять компьютерным курсором и работать в программе 3D-моделирования, а также играть в Counter-Strike. Также заявляется, что у нейролинка теперь все в порядке с имевшимся ранее разбалтыванием электродов. Да, у первого пациента, Нолана Арбо, около 85% электродов сместились и теряют сигнал. Однако это, по его словам, не мешает ему работать с компьютером и таким образом изучать новые языки. Еще он говорит, что чип в будущем сделает его про-геймером в Call of Duty. Так как, по сути, в его голове есть автоприцел. Поэтому, говорит он, впоследствии для подобных игроков скорее всего заведут специальные лиги. Интересно, а что думают Нави по этому поводу? Ну что ж, а на этом на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Напишите в комментариях, а какие учебники вы читали или читаете, может быть, в начале учебного года. Проголосовать за самую интересную новость выпуска можно, как обычно, в нашем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok